Привет, друзья! С вами Олег и его друг Олег. На этих выходных нам так и не удалось записать запланированное видео из-за погоды, поэтому мы решили, что покажем вам какое-нибудь неудивительное место в Симферополе. Поехали? Поехали! Сегодня вы увидите очень знаковое место в Симферополе, о котором толком даже не знают местные жители. Но то, что будет красиво, я не обещаю. Мы сейчас стоим на улице Луговой, сзади нас республиканская больница. Нам необходимо пройти через ее территорию на задний двор к реке Малый Салгир. Там дальше расскажу. Мы уже вышли на задний двор больницы, прошли мимо приемного отделения и перешли через мостик реку Малый Салгир. Там снимать неинтересно, потому что размер реки где-то вот такого размера. Все, подошли к забору, отверстие, переходим через вот это отверстие и идем налево. Метров, наверное, еще 20-25 и будем на месте. Ой! А для худосочных есть множество других проходов. Самый древний город мира Иерихон. Ему около 11 тысяч лет. Зачем это я вам говорю? Сейчас мы подходим к пещере Чакурча. Здесь жили люди 50 тысяч лет назад, а это, если можно так сказать, 500-й век до нашей эры. В начале 20-го века в этом месте проводились археологические раскопки, в результате которых обнаружены были кости и черепа неандертальцев. Огромное количество их орудий труда — это скребки, наконечники для стрел и копий, кости вымерших животных и наскальную живопись в самой пещере с изображением солнца, мамонта и рыбы. И ученые пришли к выводу, что пещера Чакурча является самой древней стоянкой первобытных людей на территории Европы и чуть ли не единственной, которая находится в пределах города. Думаю, стоит подумать о том, что Симферополь является самым старым городом мира. А может и нет. Я быстренько пробежался по результатам раскопков в интернете, и меня удивил тот факт, какие именно останки животных были найдены. Но ни для кого уже не секрет, что в Крыму жили мамонты, но кроме костей мамонтов здесь были найдены кости медведей, зубров и, что для меня действительно стало удивительным, носорогов. Я всегда думал, что носороги – это теплолюбивые животные. Понятия не имею, как они здесь вообще оказались. За последние сто лет пещера изменилась и не в лучшую сторону. Дело в том, что местные жители во время археологических раскопок умудрились порастаскивать ценные экземпляры по домам. Затем это место использовалось как свалка для мусора. А местные бомжи ночевали в этой пещере, полили костры и тем самым уничтожили наскальную живопись. На сегодняшний момент этот памятник культуры охраняет вот этот забор. Кстати, без калитки. И мне кажется, именно этот забор сейчас интересует больше вандалов, чем уже грот. Мне кажется, такие места нужно не ставить такие вот заборчики, а облагораживать территорию вокруг. То есть делать какие-то парки, чтобы люди гуляли, а лучше с детьми. И уже на глазах других людей никто бы не посмел взять лопату, начинать копать и искать артефакты, либо полить в пещере костры. Но какое бы состояние у пещеры сейчас не было, ее статус не изменился. И это самая древняя стоянка первобытных людей на территории Европы. И думаю, этим стоит гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Приставай. А я постел.